Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Доброе утро, дорогие земляки и уважаемые гости нашего края! Передвижные телевизионные станции Донецкой областной государственной телерадиокомпании Ведут прямую передачу из Свято-Успенской, Святогорской лавры Где сегодня состоится ее торжественное освящение Собственно говоря, торжества начались не в этот момент Начались они в 8 часов 15 минут Мы расскажем о том, что происходило в это время чуть позже А пока что я хочу вам сказать, что прямой репортаж из лавры Нам помогают вести отец Никита, настоятель Свято-Владимирского храма в городе Докучаевске И отец Александр, настоятель Свято-Игнатьевского храма в городе Донецке Здравствуйте, уважаемые телезрители Сегодня мы с вами становимся очевидцами исторического события Которое происходит в городе Святогорске, а именно в Свято-Успенской, Святогорской лавре Сегодня, в этот день, лавре даруется титул или статус лавры Некогда Святогорский монастырь именовался Свято-Успенская, Святогорская пустынь И после долгого закрытия, опустошения здесь Мы видим, как эта пустынь процвела По словам священного писания, процвела пустыня Сейчас в главном центральном соборе Святогорской лавры Совершается божественная литургия Которую возглавляет блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Владимир Храм полон молящимися людьми И не только храм, но и вокруг храма Столько собралось паломников и богомольцев Что, как в народе говорится, яблоку некуда упасть В данный момент мы видим и слышим Как проходит богослужение Поется псалом Благослови Душа Моя Господа Буквально несколько минут назад Началась божественная литургия в Успенском соборе Практически все духовенство Донецкой епархии И встречающих епархий приехали сегодня сюда В это святое место Для того, чтобы вместе со своим предстоятелем Помолиться в Успенском соборе И стать участниками тех торжеств Которые проходят сегодня в лавре Как я уже сказал, богослужение Возглавляет митрополит Киевский Все Украины Владимир Прибыли на богослужение гости Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналии Иерархи Украинской Православной Церкви Наместники лавр Наместник лавры Почаевской Епископ Владимир Наместник Киево-Печерской лавры Главной святыни Украины Архиепископ Павел Наместник Троица-Сергиевой лавры Епископ Феогност И наместник Александра-Невской лавры Архимандрит Сейчас вот совершается Малая ектенья Архидиакон возглашает И призывает всех молящихся Призывает еще и еще раз Помолиться вместе Господу На что хор откликается Господи помилуй Сейчас мы предлагаем вам Посмотреть сюжет Как начиналось сегодняшнее торжество Встреча блаженнейшего митрополита Владимира Который торжественно открыл И вот впервые за долгие годы Наконец-то открыт святой вход Или святые врата в лавру Мы видим как красиво устроен причал У Покровского собора Вот архиереи Идут встречать предстоятеля Украинской православной церкви Духовенство И Паломники, которые прибыли сюда на торжества Собрались вместе для того, чтобы Встретить митрополита Владимира В первом справа от вас На ваших экранах идет Епископ Фиагност Наместник Святой Троицы Сереглолавры Так вот красиво украшена Дорога, путь К святителю Выложили травой, цветами Из монастыря, из Успенского собора Вышли монахи, послушники Которые несут фонари, кресты Иконы, хоругви Выместник монастыря Или теперь уже лавры Архимандрит Арсений Встречает блаженнейшего митрополита Владимира И вот идет предстоятель Украинской православной церкви Преподает свое Святительское благословение Духовенству Благочинные монастыря Архимандрит Гавриил Говорит приветственные слова На блаженнейшего митрополита Владимир одевают Святительскую митрополитию Мантию И вот наместник монастыря Архимандрит Арсений Преподнес Святителю Владимиру крест Которым он осенил Все духовенство и молящихся И мы видим Как Вся эта торжественная процессия Сейчас отправляется В храм В Успенский собор Через святые ворота Святые ворота Украшаются сейчас Старинными росписями Вот вы можете видеть Сколько Людей Собралось сегодня В обители Для того чтобы Совместно Едиными устами Единым сердцем Прославить Бога И разделить ту радость Которую Господь сегодня Подает Всем кто приехал сюда На богомоле Мы видим старинный образ Простите, отец Никита Ага А в каких случаях Открываются святые ворота Святые ворота Открываются В общем-то они открываются Когда открываются В монастырь Для того чтобы Богомольцы могли Приехать На богослужение Допустим Вот в Троице-Сергиево-Лавре Также есть Эти святые ворота Но особенно когда приезжает Либо Предстоятель церкви Либо Высокопоставленные Лица Даже мирские особы Вот То есть для Торжественных Таких вот случаев То есть просто Паломники не могут Пройти через святые ворота Нет, могут Почему? Теперь вот Разрешено это? С сегодняшнего дня Да, с сегодняшнего дня Вот эти святые ворота Святогорская лавра Будут открыты И в общем-то Все кто приезжать Будут теперь Сюда В эту обитель На богомолье Могут Пройти этими Святыми вратами Давайте расскажем о том Что было здесь вчера Потому что кроме Праздничных мероприятий Которые прошли вчера В Донецке Очень широко Здесь В Святогорской лавре Тоже было немаловажное событие Да, действительно Крестный ход Трех святых Трех икон Действительно И третья икона Которая именуется Державная Киевская Эта икона Была написана Недавно Но Представитель Украинской церкви Метрополит Владимир Киевский И всей Украины Благословил Эту икону Осветил И благословил Совершить Такой вот Крестный ход По Украине И вчера Вечером К вечернему Благослужению Сюда В Лавру Прибыли Эти три Иконы Братья Монастыря Торжественно Вышли Встретить Иконы Матери Божьей Молящиеся Которые Паломники Прибыли Сюда В этот Монастырь С песнопениями С вожженными Свечами Встречали Икону Божьей Матери Мы Еще вернемся К этому Рассказу Потому что Вчера Мы рассказывали Все это дело В прямом эфире Но Поскольку Та передача Не была Объявлена В программе Возможно Не все Смогли Посмотреть А Рассказали Вы Очень Интересные Вещи Об этих Трех Святынях Сейчас Я прошу Вас Прерваться С вашего Позволения Мы покажем Интервью Которое Подготовили Наши Журналисты На территории Лавры Пожалуйста Давайте Интервью Позволения 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 Сверху Позволения 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 О che Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот когда вчера прибыли сюда, в Святогорск, иконы Божьей Матери Сердца людей были наполнены особым таким духовным восторгом И епископ Алипий назвал это событие Кирилл Пасхой Действительно вспоминались евангельские события Когда Дева Мария пришла в дом праведной Елисаветы И та воскликнула Откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И вот я думаю, что это же чувство испытывали все, кто встречали вчера Эти иконы Матери Божьей Вот мы видим, как приветствуют друг друга духовенство в храме Возвращаясь к иконам Матери Божьей Первую, о которой хотелось бы сказать, это икона Федоровская Федоровская икона Божьей Матери Этой иконой когда-то давным-давно Князь Ярослав благословил на венчание своего сына Александра Невского Великого князя, который на церкви причислен к лику святых И мы знаем, что в Санкт-Петербурге теперь есть лавра Святого благоверного князя Александра Невского Это весьма почитаемый угодник Божий на Руси В Донецке мы знаем, что есть храм Александра Невского Новый храм, в котором больше года назад произошло чудо Замироточила икона святителя Николая Буквально в канун праздника перенесения мощей святителя Николая Из мира в Бари, где они теперь находятся И Священный Синод Украинской Православной Церкви Издал такое благословение Совершать праздник в первое воскресенье после праздника Перенесения мощей святителя Николая Совершать память празднования этому чудотворному образу Этого великого угодника Божия Вот в храме Александра Невского как раз произошло такое чудо Сейчас, в данный момент, хор поет из пола эти деспота То есть на многое лето владыка И в это время предстоятель церкви осеняет всех молящихся в храме Святительским благословением Спасибо, отец Никита Я снова вынуждена вас прервать с вашего позволения Потому что у нас есть еще одно интервью Давайте послушаем, что же скажут нам те, кто приехал на этот великий праздник Шевченко Наталья, город Горловка Мы, паломники, приехали сюда Потому что сегодня праздник из праздников Торжество из торжеств Нас призвала сюда Святая Богородица И поэтому мы здесь, все вместе Весь православный люд Отмечаем это великое событие С праздником всех! Спасибо большое! Ну вот мы снова в Свято-Успенском соборе И можем продолжать рассказ о тех святынях Которые прибыли сюда на это великое торжество Вы сказали уже чуть-чуть об истории Федоровской иконы Но расскажите теперь, откуда она к нам приехала Где она хранится? Икона Божьей Матери Федоровская прибыла сюда к нам из Костромы Находится икона в Богоявлено-Настасиевном монастыре Этот монастырь, как вот и Святогорская лавра Был в период советской власти закрыт Сегодня он возрожден, восстановлен И в этом соборе находится древний образ Федоровской иконы Божьей Матери Куда по сей день приезжают множество верующих людей Для того, чтобы приложиться к этой иконе Поскольку не у всех на сегодня есть такая возможность То представитель Украинской Православной Церкви попросил, чтобы из Костромы эту икону привезли сегодня на Украину И совершили здесь по большим городам, по областным центрам Такой вот крестный ход И сегодня икона Федоровской Божьей Матери находится здесь, в Святогорье Но она будет в Донецке? Да, она будет в Донецке 27-го числа, 27-го сентября В 16 часов вечера ожидается приезд этой иконы в Донецк Ее привезут в Кафедральный Свято-Николаевский собор И там будет отслужено вечернее богослужение Во вторник, 28-го сентября Будет отслужено в соборе Божественной Литургии Затем совершен крестный ход вокруг собора с иконой И после этого икону отправят в Запорожье Чтобы и там верующие могли помолиться перед этим чудовольным образом Икона Божьей Матери Федоровская всегда являлась покровительницей царской династии Романовых И мы знаем из истории, что жены князей русских были неправославными сначала И когда приезжали уже, они выходили замуж за русских князей Жили в России, и принимая православие, отчество им давали всем Федоровым Вот Александра Федоровна, Елизавета Федоровна Почему это так было? Потому что вот у этой иконы Федоровской Божьей Матери Они принимали Святое Православие И как бы сама Матерь Божья становилась их покровительницей И вот отчество они брали этой иконы Поэтому их именовали вот так Александра Федоровна и Елизавета Федоровна Сейчас нам показывают новый иконостас Успенского собора Вверху икона Святой Троицы Которая припадает в молении Все истинно верующие христиане Которая припадает в молении Все, кто приехал сегодня в Лавру Просто поражены великолепием и красотой Очень много сделано за короткое время И буквально все паломники просто поражены Такой красотой, великолепием И все это, конечно же, благодаря стараниям Правящего архиерея Вот его молитвам Благодаря его святительскому благословению Благодаря тому, что в этом святом месте Очень много паломников и верующих И то, что мы видим Все работы, которые были произведены Они, безусловно, в этом есть частичка души Каждого православного верующего Действительно, очень много людей Мы видели вот интервью православных И все они единодушно Едиными устами подтверждают Потому что действительно очень многое изменилось Очень многое сделано Дело в том, что Вчера мы рассказывали о том Как преобразилась Лавра Вот с отцом Никитой И в частности говорили о том Что все то, что было сделано Вот в последнее время Оно сделано всего за 4 месяца Хотя предполагалось, что Лавра Будет приводиться в порядок Но нельзя назвать еще это полной реконструкцией Потому что есть еще, естественно Вещи, которые будут доделываться И это вполне естественно Но предполагалось, что основные работы Будут производиться 18 месяцев А они все прошли за 4 месяца И все, так сказать, все обитатели монастыря Считают, что это все благодаря Пресвятой Деве Которая благословила Работы по реконструкции Святогорского монастыря А вот сейчас еще есть одно интервью Которое берут наши корреспонденты У тех, кто приехал на праздник Я предлагаю его послушать Я священник Евгений, настоятель Святопокровской церкви Поселка Ольховчик Шахтюрское благочение Хочу всех вас, всех видящих это замечательное событие Поздравить с этим великим событием в истории Потому что освящение Лавры Это освящение всего Донбасса Святогорская Лавра Это жемчужина всей Кураины Всего Донбасса И, наверное, вот это событие Которое мы с волнением ждали И сейчас переживаем в настоящую минуту Это, наверное, наша искупительная жертва За прошлое За разрушенные храмы За поруганные святыни Иконы И я от своего прихода Мы сегодня все приехали Тоже на этот замечательный праздник Поздравить всех Пожелать здоровья, благополучия Всем вам, детям И всем православным христианам Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрость, слаголем совершенных Премудрость же Не века сего Не князей века сего Да, честно говоря, мы можем еще немножечко рассказать Ведь пока что мы рассказали только о Федоровской иконе А ведь там было еще две святыни Спасибо Мне хотелось бы сейчас обратить внимание наших телезрителей На то, что во время богослужения читается послание апостолов И во время чтения этих посланий Диаконам совершается кождение Кождение совершается в знак той благодати Святого Духа С которой апостолы проповедовали всему миру учение Господа Иисуса Христа Я вас понимаю, вам трудно, конечно, во время всего этого дела ввести какой-то комментарий Но как только вы сочетете нужно, прошу вас, продолжайте Я хотел, почему я замолчал, потому что сейчас были прочитаны слова апостола Павла Которые важно знать каждому верующему человеку Слова эти звучали так Апостол Павел был, мы знаем, восхищен на небеса И вот Павел пишет, что не слышала того уха человека И не видела того ока человека, что уготовал Бог любящим его Господь каждому человеку уготовил в Царстве Небесном неизреченную радость И радость это от того, что человек всегда сможет видеть и пребывать в Боге И видеть его, и наслаждаться его божественной любовью То есть это значит то, что человеку Господь вернул то состояние, которое некогда испытывал Адам Находясь в райских обителях, находясь в раю, в райском саде В кущах райских, да? Да Адам испытывал необыкновенное блаженство Потому что Господь наделил его всеми теми и дарами, и состояниями, которые имел сам То есть мы говорим, что Господь благ Вот этой благости он наделил Адама Мы говорим о том, что Господь Творец И Адам был наделен этой творческой силой Господь создал человека для того, чтобы человек с Божьей помощью Привел к совершенству все остальное творение, которое сотворил Господь Сейчас мы слышим, как хор воспевает хвалу Богу, Аллилуйя После прочтения апостола Дьякон сейчас прочитал стих из псалма царя Давида Слыши и виждь и преклони ухо Твое Как раз камера направлена на икону Божьей Матери Мы слышим следующий стих Лицо Твоему помолятся богатые люди То есть богатые люди Богатые люди тем, что имеют духовность Духовность, которую дарит нам Господь И вот этим духовным богатством лицо каждого человека Обращено к лику Божьей Матери с любовью и молитвой Обращаясь к ней В данный момент дьякон испрашивает у блаженнейшего митрополита Благословение на то, чтобы прочитать Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа Благословение на то, чтобы прочитать Святое Евангелие Примутрость прости, услышим святого Евангелие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отец Никита, как Вы считаете, мы можем сейчас дать в эфир еще одну? Да, потому что интервью-то мы даем с улицы, а в храме сейчас читается Евангелие, диакон читает Евангелие от Матфея, в котором звучат такие слова, что Кто не оставит всего мирского, суетного и не последует за мной, тот не достоин меня Но поскольку прибыли все сегодня в Лавру сюда, оставив всю суету там, за вратами Лавры, дома То я думаю, что вполне было бы уместно послушать интервью людей, которые прибыли сюда на Богомолье Да, давайте, пожалуйста, интервью в эфир Представьтесь, пожалуйста Игорь Игнащук, город Лисичанск, приехал с группой верующих на этот праздник Скажите, что это для Донбасса? Ну, я думаю, это очень важный этапный период следующего витка духовного возрождения этого региона, Донбасса Я думаю, как солнце сходит на востоке, так и на этой земле свет и истина будет в первую очередь преобладать с этого региона И на материальном плане это тоже скажется возрождением и улучшением жизни Я думаю, это важнейший этап в православной жизни Спасибо Ну что ж, вот мы послушали еще одно интервью человека, который приехал из соседней с нами Луганской области Думаю, что здесь среди тех, кто сейчас находится и в храме, и возле храма Много людей верующих, которые приехали и из других областей Украины, и может быть даже из России Отец Никита, я очень хочу, чтобы вы рассказали еще об одной святыне, которая прибыла вчера к нам, о Державной Это очень интересную историю вы вчера рассказали об этой иконе Державная икона Божьей Матери, та, которая прибыла вчера вечером сюда в Святогорье, была написана совсем недавно По благословению блаженнейшего митрополита Владимира Но первоначальную икона Божьей Матери, если это будет интересно нашим зрителям, я тогда мог бы рассказать Да, пожалуйста, я думаю, это очень интересно Первоначальная икона Божьей Матери, которая именуется Державная, явилась в тот день, когда император, последний российский император Николай II вынужден был отречься от престола Явилась икона Божьей Матери в селе Коломенское И явилась она следующим образом Одной благочестивой женщине явилась Матерь Божия, во сне и сказала, что в таком-то храме найди мою икону Она, эта женщина, отправилась в храм, попросила священника, чтобы священник показал все иконы, которые находились в храме И вот в подвале храма была найдена старинная икона, которая из-за долгого нахождения там была покрыта пылью И когда протерли пыль с иконы, то увидели, эта женщина узнала в этой иконе Божьей Матери именно вот тот образ, который явился ей во сне Да простите, отец Никита, я просто хочу сказать нашим зрителям, что в данном случае они видят не ту икону, о которой рассказывает Святой Отец Это икона Воскресенье? Да, совершенно верно, просто эту икону, да, очевидно, нашему оператору у нас в храме Свято-Успенском работает всего одна камера Икона эта находится державная там, среди остальных святынь храма Но просто очевидно, наш оператор не может вам ее показать из-за того, что стоит неудобно по отношению к ней Поэтому, если появится на экране эта икона, отец Никита, я прошу вас акцентировать внимание зрителей на этом Сейчас блаженнейший митрополит Владимир говорит речь, и если бы мы это услышали, я думаю, что было бы для всех нас очень полезно послушать то, что он говорит Я предлагаю нашим зрителям послушать проповедь блаженнейшего митрополита Владимира Благодаря святых икон к нам сегодня на это торжество В образе святом и чудотворном, именуемой Феодоровской иконой Божией Матери В образе Почаевской чудотворной иконы и в образе Киевской державной Сочетая времена и прошедшие в веках славные и нынешние, мы объединяем все в молитве и просим Царицу Небесную, чтобы она и впредь богословила всех нас И особенно тех, кто будет подвязаться в этой святой главе В образе Пречистой Божией Матери Бог подарил миру такое существо, перед которым склоняется столько людей Возносится столько святых молитв, проливаются реки слез человеческих И все Богоматерь принимает, как любящая Мать, как Царица Неба и Земли И каждому помогает в меру сил и возможностей По мере того, что нам полезно промыслом Божьим Царица Небесная испосылает свое благословение, утверждая нас в вере, надежде и любви Она преблагословенно и получила от Бога особенную благодать молиться Богу Молиться за нас грешных, за нас падших, за нас желающих покаяться и очиститься Она источник неиссякаемой благодати Божией, которая дана ей от Небес Сама Пречистая о себе самой высказалась так красочно и жизненно привлекательно в гимне Который произнесла при встрече своей родственницы Елизаветы «Величит душа моя Господа и возрадовайся, Дух мой, Боже Спасимый» «Величит душа моя Господа, это ее вся жизнь, все ее настроение, все ее заботы И несмотря на то, что самой ей прошло оружие сердца у Христа и возлюбленного Сына Она величает Бога за мудрость творения, за промысел, за возможность спасать и быть спасенной И возрадовайся, Дух мой, Боже Спасимый, в этом ее целожизненный настроение Она видела тяжкие падения наши, видит и сегодня их Но несмотря на это, Дух ее всегда находится наверху созерцания небесной святости и радости, о Господе И она эту радость, эту светлость передает нам, грешник, освящая наши умы, наши сердца и нашу жизнь В этом величие Царицы Небесные, которая стала превыше Архангелов и Ангелов Честнейшее Херувимов и славнейшее Бессернение Серафимов В этом наша счастливая возможность, потому что вся наша жизнь может быть пронизана Богородичной радостью И в праздники, и в будни, и в опыте религиозном общем, и отдельно каждого человека В этом величие Царицы Небесные, что она отвлекается на все наши прошения На каждую нашу слезу, на каждое наше воздыхание И пускай, может быть, много вещей мы не получаем сразу после своей молитвы Да и потому, что мне все угодно Богу то, что мы просим Мы сами часто не знаем, чего мы просим и что из этого выйти Пречистая знает, она болезнует о каждой душе христианской Она покрывает нашу землю и эту святую обиде честным своим опором Защищая от падений, от скорби, от всяческих лишений Помогая нам в деле спасения Направляя наши ноги на путь правды, ведущий к церкви, храму От храма к Царству и Небесному Самому Богу Я думаю, наши зрители слышат проповедь митрополита Владимира Хотя, к сожалению, они не видят святителя Просто из-за того, что, повторяя, камера наша стоит не очень удачно в храме И все то, что хотелось бы показать, мы показать не можем Пречистая, денно и ношно молиться пред престолом Царя Славы За нас грешен, за весь род людской, за весь мир, который лежит возле И этим научает нас смирению, терпению, искренней молитве и добродетельной жизни Пресвятая Богородица есть первая инокиня в мире И все иноки, все монашествующие Посвящены ей, ее всегдашнему покрову и защите Подвиг иночества церковь всегда высоко ценила и ценит Подвиг иночества был в различные времена различным Потому что каждое время требует свои, ставит свои условия, свои требования И если когда-то в древности последователи Божьей Матери иноки Убегали в отдаленные пустынные места Уходили от народа, чтобы остаться наедине с самим Господом Иисусом Христом То в нынешнее время ставят новые условия перед монашествующими Которые должны подвязаться подвигом добрым с помощью Божьей С благословения Царицы Небесной Ныне требуется наоборот Войти в народ Выслушать людей Довотерпением и смирением Духовно наставить Призвать к покаянию и святому причащению Зачем собственно... Играя, пожалуйста, еще для всеукраинского объединения державы Освящения Лавры В первую очередь я хочу сказать в общем О всеукраинском объединении державы Всеукраинское объединение державы существует более двух лет Но в марте текущего года произошло событие С которого начался совершенно новый этап в нашей работе А именно подписание меморандума О совместной деятельности между всеукраинским объединением державы И Украинской Православной Церковью Этот меморандум подписан Метрополитом Киевской и всей Украины Владимиром Блаженнейшим Владимиром Основными направлениями нашей деятельности Является благотворительность и милосердие В поле нашего зрения находятся школы-интернаты для детей Школы-интернаты для детей-сирот Дома инвалидов, дома для престарелых Престарелые граждане и лица, находящиеся в местах лишения свободы Для всей нашей организации огромное значение имеют сегодняшний праздник Открытие Святогорской, Святоуспенской, Святогорской лавры И пользуясь моментом я хочу обратиться ко всем гражданам нашего государства Давайте спешить вместе делать добрые дела Как вы считаете, что сместить позиции Украинской православной церкви и Московского патриархата? Я уверена, что очень сместить Мы послушали еще одно интервью Правда, мы не представили его, не объявили это интервью Потому что показывали нам Святоуспенский собор И отец Никита увидел в Святоуспенском соборе как раз ту икону Федоровской Божьей Матери О которой мы говорили чуть раньше Сейчас мы видим с вами памятный знак Божьей Матери Который сделан из мрамора Он находится при въезде теперь в монастырь через мост Этот памятный знак сделан по подобию иконы Божьей Матери Которая называется Игумене Греафонской Поскольку Святоуспенская, Святогорская лавра Названа в честь великого праздника Успения Божьей Матери То Матерь Божья является и Игуменей этой Святой Обители И вот всех входящих В бывший монастырь на Нелавру Каждый входящий получает благословение Царицы Небесной На то, чтобы здесь в благоговении провести время У нас есть еще одно интервью Сейчас мы его послушаем И продолжим рассказ об этом изваянии Божья Матерь всегда простирает невидимую руку И сама знает, по каким путям нас надо вести Если мы отдаем ее в свои руки, в ее послушание То благо нам мы на верном пути Сегодня прославляя Царицу Небесную Ибо сегодня день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы Будем молить братья и сестры Царицу Небесную Чтобы она нас не оставила в своих молитвах Чтобы она нас всегда покрывала от всякого сдача с ним своим опором Чтобы она помогла нам быть верными детьми ее сына И ее самой Пречистой Богоматери Чтобы она помогла нам, если мы падаем, все решаем Приносить достойное покаяние Сегодня в Светогорье съехали с тысячи паломников Чтобы прикоснуться к таинствам освящения Свято-Успенской и Святогорской Лавры Скажите, пожалуйста, какое значение это событие Будет применять для всего Православного Света Ну я хочу от своего имени сказать Что для меня это очень большое значение Потому что я очень хотела сюда приехать И надежда, конечно, моя маленькая была Но так как я хожу в воскресную школу То нам выделили как от города автобусы И мы приехали В последний момент я как узнала, что я должна приехать Я очень, конечно, рада, что сюда попала На этот праздник И надеюсь, что это не последний мой визит сюда Ну что еще добавить, что побольше бы таких праздников было на Украине И побольше бы народа стекало сюда Было бы вообще намного лучше Потому что вера, конечно, спасет наш мир Если люди будут веровать, то это, конечно, спасет их А что в вашем понимании духовность? Духовность – это когда люди понимают, что мы, как говорится, гости на этой земле И мы должны веровать в Бога Ходить в храм, исповедоваться, причащаться Почаще посещать святые места Такие, как Святогорск Что еще? Спасибо Все, пожалуйста Я хочу продолжить рассказ о том мемориале, которым начинается теперь Святогорская лавра Дело в том, что композиция эта установлена в память о важном событии, которое произошло в монастыре в 19 веке В 1859 году монастырем стал управлять архимандрит Герман И когда он осознал, какие труды ему выпали, предался отчаянию, как со всем этим управиться Сотни человек – братья и тысячи паломников И тогда явилась ему Божья Матерь По одну сторону, от которой стоял Святой Николай, а по другую – Святой Герман Константинопольский Она сказала, что ропщешь маловерный Не ты здесь игумен, а я игуменья И вот с тех пор братья Святых Гор почитают Божью Матерь, как свою игуменью И, как утверждают здешние святые отцы, все у них происходит благодаря ей И то, что монастырь стал лаврой, что нашлись средства на его восстановление – это Божья Матерь Так расположила к себе людские сердца Как рассказал архимандрит Арсений на месте к Святогорской обители Никто этого не ожидал Думали, ну, подкрасят слегка монастырь, подметут, а все вылилось в грандиозную реконструкцию Это как бы награда монастырю за все годы его духовной деятельности За его патриотизм, за искреннюю любовь к Отечеству Мы уже говорили о том, что реконструкция Святогорской лавры была рассчитана 18 месяцев А выполнена она была всего за 4 Работы велись круглосуточно, без выходных Их выполняли около 600 человек Подрядные организации в основном из Донецка и Славянска И ощутимой была помощь Горловки, Зержинска, Константиновки, Дружковки Причем благоустраивалась не только лавра, реконструировалась, но благоустраивался и город Святогорск Ну вот мы снова в Свято-Успенском соборе И я прошу вас, отец Никита, продолжить свой комментарий Да, сейчас мы продолжаем являться участниками Божественной Литургии Которая проходит в Успенском соборе Сейчас диакон возглашает сугубую ектинью Сугубая эта ектинья называется От того, что после каждого прошения, которое возглашает диакон Хор трижды поет Господи помилуй Возвращаясь к рассказу о державной иконе Божьей Матери Хочется вот сказать, что Матерь Божия действительно Никогда не оставляет своих детей Детей тех, кто избрали путь жизни православного христианина Та благочестивая женщина, которая явилась Матерь Божия Увидела и узнала в старинной иконе Царицу Небесную На этой иконе Матерь Божия изображалась в алой одежде Такой вот ярко-красной И на ее коленах изображен был младенец Христос Спаситель А в руках Матерь Божия держала символы царской власти Скипетр и державу Как я уже говорил, что в этот день Последний российский император Николай II Вынужден был отречься от престола И явление этой иконы Божьей Матери Говорит о том, что Матерь Божия взяла в свои руки Вот эти знаки царской власти и хранит их по сей день Спасибо, отец Никита У нас осталась еще одна святыня, которая прибыла к нам сюда В Святогорскую лавру вчера О ней рассказ впереди А сейчас еще одно интервью Причем его дает человек, которого все прекрасно знают в нашем крае И не только это Вадим Бисарь Что изменит позицию Донбасса у священия лавры? Это большое счастье, большое счастье для всех православных И конечно же, это даже не вопрос, что изменит для нас Конечно, здесь появится больше паломников, больше туристов Об этой истории Свято-Успенской лавры узнают многие Это большая история, это история православных Которая будет укреплять нас в вере, которая будет укреплять нас в жизненных позициях И мне кажется, что это большое счастье Не случайно все владыки всей Украины и с России приехали сегодня сюда Сегодня здесь, конечно, Святой Дух царит и большое волнение именно внутреннее Поэтому большое счастье находиться сегодня здесь Какие почутки вас вызывают в освящении лавры? Освящение лавры – это что-то новое произошло в нашей православной церкви В Донбассе еще впервые появилась Свято-Успенская, Святогорская лавра Значит, Донбасс в вере своей православной будет укрепляться И, значит, есть надежда на хорошее будущее, что мы будем жить лучше Что вера наша спасет нас Что вы образы в вашей творчестве освящения лавры? Ну, безусловно, те проекты, которые были связаны с князем Игорем, они весной приобретут силу И та история оперы князя Игоря на музыку Бородина Когда все православные народы, звучит это в хоре, должны объединяться И только в объединении их сила, в вере их сила То есть это еще будет та изюминка для происходящих тех событий на берегу Северского Донца Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Не качай смерти грешных, но еже обратитесь и живым им быть Пощади и помилуй, раба твоего, Виктора, милость тебе Запрети болезни, остави всю страсть и весь недугу-толезиму и огнь И простри крепкую твою руку, и я тоже, и аирову чель От одра болезни воздвигни и здраво представи Молимся, услыши и скоро помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй ПЕСНЯ Сейчас мы с вами слышим, как во время сугубо ектеньи верующие и духовенство православной иерархии молятся о здравии премьер-министра Раба Божьего Виктора Федоровича Януковича. Мы с вами знаем, что во время рабочей поездки по регионам Украины с Виктором Федоровичем произошел неприятный инцидент. И сейчас он какое-то время находился в больнице и все верующие молятся о том, чтобы он скорее выздоровел, потому что во многом благодаря заботам и стремлению нашего премьер-министра превратить монастырь в Лавру это и произошло. Мы стали сейчас свидетелями освящения Лавры и конечно же во многом это заслуга премьер-министра Украины. И мы сейчас все, конечно же, едиными устами, единым сердцем просим у Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, чтобы он исцелился. И если, к сожалению, он не сможет стать участником этих торжественных событий, то хотя бы, чтобы он мысленно, душою был здесь, на этом празднике, потому что ему очень хотелось, конечно же, присутствовать на празднике Святой Успенской Святогорской Лавры. Ну, все, как говорится, в руках Божьих и, может быть, мы сегодня и сможем увидеть Виктора Федоровича на нашем празднике. Я хочу сказать, еще добавить немножечко к вашему вот комментарию, то, что сказал мне владыка Иларион вот при нашей последней встрече, что к нему и паломники, и верующие обращались 10 лет с просьбой обратиться в Святейший Синод, чтобы он присвоил монастырю Святогорскому статус Лавры. И именно благодаря стараниям Виктора Федоровича все это дело, в конце концов, и произошло, потому что он способствовал тому, что монастырь наш стал Лаврой. А вот сейчас показывают нам все державную, державную икону. Отец Никита. Да, вот сейчас мы видим ту самую икону Божьей Матери, которая именуется державной, и из которой также совершается крестный ход по всей Украине. Рик Божьей Матери обращен на всех верующих, кто молится перед этой святой иконой. Я прошу вас еще раз сказать, когда эта икона будет в Донецке, чтобы наши прихожане смогли в Донецке, смогли прийти и поклониться в Никольский собор. Икона державная, а также и Федоровская, и Почаевская икона Божьей Матери будут в Донецке 27 сентября, в понедельник, в 16 часов дня. Ее привезут в Свято-Никольский собор, кафедральный города Донецка, где будет отслужено вечернее богослужение. И на следующий день, 28 сентября, будет отслужена божественная литургия, по окончании которой совершится крестный ход вокруг собора. И после этого эти иконы будут отправлены также крестным ходом в Запорожье, где жители Запорожья смогут прийти и помолиться перед детьми образами Матери Божьей. А сейчас мы снова с вами выходим из Успенского собора на улицу, чтобы послушать еще одно интервью. Скажите, будь ласка, чему вы приехали на Цесвятом? Он приехал специально сюда, в Славянагорске, из Нью-Йорка, чтобы познакомиться с украинской православной культурой. Скажите, будь ласка, какие перспективы, как вы считаете, открываются для донецкого туристического бизнеса с открытием Лавры? Что вы думаете о том, что туристы приезжают сюда после этой цели, что больше людей приезжают, больше европейцев? Да, я думаю, что Украина и Донецк и места, как Славянагорске, у них много есть для того, чтобы обеспечить мир. И мы должны получать сообщение, что это красивое место и что хорошая опыт, чтобы люди приезжают сюда и уходят красивые дни, как сегодня. Очень много людей будет сюда приезжать, поскольку здесь очень много интересных мест, исторических мест. И это очень интересно всем людям планеты. И особенно сегодня такой еще прекрасный день и прекрасная атмосфера, которая ему запомнится надолго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы снова в Свято-Успенском соборе. В данный момент что происходит на богослужении? Сейчас совершается так называемый Великий Вход. Хор исполняет песнопение, которое называется «Ижихерувима». Хотелось бы немножко прокомментировать эту часть богослужения. По-русски звучит эта молитва так. Мы таинственно, изображая Херувимов и воспевая тресвятую песнь Троицы, дающей жизнь, Оставим теперь заботу о всем житейском, чтобы нам прославить царя всех, которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Хвала Богу, то есть Аллилуйя. Такими словами будет закончено это песнопение. Что совершается в данный момент или будет совершаться? В это время жертвенника, где приготовлены дары, то есть хлеб и вино, торжественно сейчас будет переноситься на престол. На престол, где, продолжая божественную литургию, духовенство будет просить Господа о том, что Господь послал Духа Святого на этот хлеб и вино и превратил его в тело и кровь Христа Спасителя. Это делается во даре? Это происходит во даре, конечно, на Святом Престоле. Верующие этого не видят, это таинство, которое совершается, нет ли, так сказать, глаз всех призывов? В древней церкви иконостасов не было, поэтому все желающие, ну все молящие сегодня в храме, видели, как совершается богослужение, а впоследствии так исторически складывалось, что алтарь от основного храма отделялся вот такой стеной иконостаса, но это не для того, чтобы закрыть или не дать возможности верующим видеть все то, что происходит в алтаре, а вот из особого такого благоговорения. Отец Никита, у нас еще есть одно интервью на очереди. Я думаю, мы сейчас его послушаем, а потом продолжим рассказ о том, что происходит в Святого Спецком Соборе, если вы не возражаете. Святого Спецком Соборе, если вы не возражаете. Святого Спецком Соборе, как можно активнее, это нужно делать, потому что наша молодь, она должна быть духовно богатой. Я хотел бы сразу сказать, вы, мабуть, видите тут наших юнаков, лецеистов, которые пришли с удовольствием на открытие Лаври. По-перше, это очень большая историческая события. Не каждое столетие проходят открытие Лаври. И мы очень пишемся тем, что принимаем участь и представляем как раз військовых людей, которые носят військовую форму. Я считаю, что это для будущего поколения очень важливо. Больше того, я хотел бы сказать и всем, что слова подяки духовенству нашему, за то, что они сегодня молодые, придяются столько внимания. У нас у ліцеи, каждый раз, когда идет выпуск, посвящение у ліцеистов, завжди они присутні и дают добрые слова на то, чтобы они по жизни шли, какомога, увереннее и с большей душой, с верой в будущее. И сейчас мы также открыли уже нашу таку комнату, капличку, где наш настоятель, протейрей Георгий, приходит, встречается с юнаками, проводит беседы, встречается с этими детьми, которые действительно потребуют какой-то духовной теплоты и отношения такого от таких детей. Это нужно. Я считаю, что та подія, она очень важна и для Донбасса, и для Украины в целом, и для всего мира, и для христианства. Потому что те святые места, они как раз на людей по-новому народжуют и их заставляют, может, и по-другому дивиться на життя. Какие почутки вас вызывают освящение? У меня сердце просто, я не могу сказать, воно переповнене всем, потому что я впервые на такой подии. И мне очень приятно, что я находюсь на такой подии. И мои також вихованцы, наши вихованцы, они пишаются тем, что они сегодня находятся тут. Так, мы снова возвращаемся в храм. И я прошу отца Александра рассказать, что же сейчас происходит на богослужении. Сейчас происходит перенесение даров жертвенника на престол. И называется это Великим Входом. Великий Вход знамен над собой торжественное шествие Господа нашего Иисуса Христа на вольные страдания и крестную смерть. Время Великого Входа духовенства в своих молитвах поминают святейших православных патриархов, пресвященнейших митрополитов, архиепископов и епископов, не только тех, которые присутствуют на сегодняшнем богослужении, но всех и вся. После этого в своих молитвах духовенство вспоминает всех жертвователей, ктиторов, благотворителей, благоукрасителей этого замечательного святого места, Свято-Успенской Почейской Лавры, вспоминают всю богохранимую страну нашу и православных людей. И эти молитвы во время Великого Входа так и заканчиваются словами «Допоминет и Господь Бог во Царстве Своем». Отец Александр, а вот сколько раз происходит то, о чем Вы сейчас рассказали во время богослужения? Один раз? Один раз. Во время литургии, конечно, один раз. Великий Вход один раз. И в это время все молящиеся в храме должны стоять с наклонив на голову и молить Господа, помянуть их и всех своих близких. Вот сейчас мы слышим как раз в слова этой молитвы Великого Господина Отца Нашего Святейшего Патриарха Алексея. Великого Господина Отца Нашего Святейшего Патриарха Алексея. Великого Господина Отца Нашего Святейшего Патриарха Алексея. Отец Александр, а вот во всех храмах во время богослужения, во время вот этого входа, поминаются те лица, о которых Вы говорили? Или состав их меняется в зависимости от того? Обязательно вспоминается Святейший Патриарх Алексей, обязательно вспоминается представитель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Владимир, обязательно правящий архиерий, высокопреосвященнейший митрополит Иларион. Это во всех храмах у нас на Донбассе. Естественно, в другом регионе поминается Святейшего Патриарха, блаженнейшего митрополита Владимира и своего правящего архиерия. Вот сейчас, в данный момент, как раз перечисляют всех присутствующих на богослужении иерархов. Ну что ж, давайте пока просто посмотрим и послушаем, а потом, когда будет другая часть богослужения, Вы продолжите Ваши рассказы, согласны? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Господина и Отца нашего, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, и свято-успенские Киево-Печерские лавры священно-архимандрита. Да поменец Господь Бог по царствии Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Всечаснага, архимандрита Арсения, с братья и у святые лавры сиян, вас и всех православных христиан, да поменец Господь Бог по царствии Своем. А сейчас давайте мы снова выйдем из храма и послушаем еще одно интервью. И по веки веку, архимандрита Арсения, так вот сейчас мы с вами услышим еще одно интервью. Я приехал из родины Великого Арепина, из города Чугуева Харьковской области. Если позволите мне лучше, я очень волнуюсь, хвилююсь, поэтому хочу балакать российскую мовлю. Пробачьте, пожалуйста. Я уроженец города Гачино Ленинградской области. Приехал поклониться святым местам, попросить у Господа нашего прощения за все свои вольные и немольные грехи, помолиться за спасение наших душ, поблагодарить наше духовенство. Я руководитель двух наших государств, Украины и России. Я волей Божьей поэт, сын двух народов. Мать моя русская, отец украинец. Передаю от наших земляков из города Чугуева большую благодарность нашим духовным наставникам, руководителям государства за все то доброе, что они делают для улучшения материального и духовного благосостояния двух наших народов-братьев. С чувством глубокой боли и протеста следили мы за недавними нетрагическими событиями в Осетинском городе Беслане. И я, как и все жители моего родного города Чугуева, как и весь украинский народ, выражаю глубокое соболезнование сильным и близким погибших в результате бесчеловечного, чудовищного акта насилия над ничего не повинными детьми и взрослыми. И молю Всевышнего о том, чтобы подобное не повторилось больше нигде и никогда. И привез в дар плоды моих поэтических откровений. Благослови, Отец Небесный, того, кто славит наш народ, кто хлеб растит и пишет песни, из шахты уголь достает, того, кто деньгинской дороги или в ночной полет готов, и кто поднялся по тревоге, спасая чудо, жизнь и кровь, кто бороздит море и просторы, крутым ветрам и волнам друг, кто покорить собрался горы, скалой испытывая дух. Чтоб не гуляли по планете болезнь и голод и вражда, не умирали в школах дети от рук злодеев никогда, и чтоб сменяли вечно ночи жизнь прославляющие дни. Благослови ты всех нас, Отче. Благослови и сохрани. Дякую вам за щири завершим. Вот сейчас мы с вами возле храма, во дворе Лавры, хотелось сказать, в монастырском дворе по привычке. Но, как видите, как слышите точнее, вся служба транслируется и тем, кто не смог попасть в храм. И вот сейчас мы войдем в храм и посмотрим, что же там происходит, а отец Никита продолжит комментарий по этому поводу. Вот старинные иконы святых апостолов, которые находятся на стенах святоуспенского храма. Сейчас диакон возглашает просительную ектинью, а хор, лаврский хор, поет эту ектинью старинным греческим распевом. Диакон от лица всех молящихся просит, чтобы Господь подал всем нам христианскую мирную кончину, чтобы она была безболезненной. И также просит, чтобы Господь даровал нам всем доброго ответа на страшном суде, на том последнем суде, на который придут все люди, и Господь, нелицеприятный судья, будет судить всех по делам их. Каждый человек будет отвечать за свои поступки. И вот диакон от лица верующих сейчас говорит, чтобы Господь помог нам всю нашу жизнь предать, предать Богу, Христу Богу, все жития наши предадим. Звучит возглас «Мир всем», и хор отвечает «И духове твоему». Диакон возглашает «Возлюбим друг друга» и единомыслием исповедуем, хор поет «Отца и Сына и Святого Духа», Троицу, единосущную и нераздельную. Действительно исповедовать Бога, Бога Троицу, единосущную и нераздельную, вот сейчас мы видим образ Святой Троицы, икона написана по подобию древней старинной иконы, которую написал некогда преподобный Андрей Рублев. Исповедовать Бога можно действительно только чистым сердцем, и когда это сердце наполнено любовью. После того, как диакон провозгласил «Возлюбим друг друга», теперь только духовенство в алтаре целует друг друга в плечо, и один говорит «Христос посреди нас», а другой отвечает «И есть и будет». В древности, в древней церкви так делали все находящиеся в храме. Каждый друг друга целовал в плечо и говорил «Христос посреди нас», «И есть и будет». В это же время хор пел, что мы исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу, единосущную и нераздельную. Сейчас все молящиеся в храме поют символ веры, символ веры, в котором церковь исповедует Бога Троицу, верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли. Причем интересно, что в греческом языке Творец Неба и Земли звучит как поэт Неба и Земли. То есть одним словом Господь сотворил весь видимый и невидимый мир. Далее поется в этой молитве и говорится, что мы веруем в Господа Иисуса Христа, который нас ради человек и нашего ради спасения сошел с небес, претерпел крестные страдания и муки, смерть на кресте, воскрес в третий день по Писаниям. Также в этом символе веры мы исповедуем свою веру в Духа Святого Господа, животворящего, который от Отца исходит и вместе с Отцом и Сыном мы поклоняемся также и Духу Святому. Далее церковь говорит о том, в этом символе веры, что веруем воедину святую соборную и апостольскую церковь. Господь создал эту единую церковь, врата ада не одолеют ее, сказал так Спаситель. Я созижду церковь и врата ада, никакие силы ада, никакие силы зла не одолеют мою церковь. И возрожденная святогорская лавра подтверждение слов Спасителя, что Господь с нами всегда, что Он не бывает поругаем. И вот сегодняшнее торжество как раз подтверждает эти слова Спасителя, что некогда поруганная святыня возродилась и еще более процвела и своим авторитетом, своим влиянием на окружающую жизнь. Монахи уходят от мира в монастырь спасать свою душу, стяжать благодать Святого Духа. И преподобный Серафим Саровский говорил, «Чадо, стяжи Дух мирный, и тысячи вокруг тебя спасутся». И вот мы сегодня видим плоды Духа Святого, как братья монастыря под покровом Царицы Небесной стяжают благодать Святого Духа, и тысячи людей спасаются сегодня вокруг Святоуспенской, Святогорской лавры, живя в какой-то степени ее жизнью, особенно вот сегодняшним возрождением и присвоением статуса лавры. Танин добрый, Танин остров, Помемь совятое возношенье в мире, Продолжается богослужение, и диакон возглашает. Станем добре, станем со страхом, вонмем, то есть будем внимательны. Святое возношение в мире приносим. Начинается Таинство Евхаристии. Таинство, когда Дух Святой сходит на приготовленный хлеб и вино, и Господь превратит этот хлеб и вино в свое причистое тело и честную кровь. Святитель, возглавляющий богослужение, Благословил верующих словами благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие, то есть общение Святого Духа добудется всеми вами. Также призывает, чтобы сердца наши были направлены к горе, то есть вверх, к Богу. На это певчие от лица молящихся благоговейно отвечают имамы ко Господу, то есть мы уже имеем сердца устремленными ко Господу. Сейчас исполняется песнопение «Достойное праведное есть поклоняйтесь Отцу». Священство прославляет бесконечное совершенство Божие, благодаря Господа за сотворение и искупление человека, из-за всей его милости, известной нам и неизвестной, из-за того, что он удостаивает принимать от нас эту бескровную жертву. У нас есть еще одно интервью, и я предлагаю нашим операторам показать тех, кто подошел сейчас к микрофону. Как Вы считаете, какое значение матимет для Донбасса набуття человеческим святогирским монастиром статусу лавра? Это очень великое событие в нашем регионе. Во-первых, прежде всего, наш регион, где всегда бывает и гибель шахтеров, это освящение, это прежде всего создаст благоприятную жизнь для наших жителей Донецкой области, для всех жителей Украины. Это великое событие, это великая дата. Лавра – это святое. Донецкая земля, она святая, потому что она дает 20% всего промышленного потенциала нашей Украины. И люди в ней трудятся честно, добросовестно. И поэтому это важнейшее событие, которое у нас в нашей жизни произошло. А как в городе все развивается православие, что будуется церковь? И в нашем городе развивается православие. У нас на сегодняшний день уже, если брать 6 лет тому назад, то было всего 5 церквей. На сегодняшний день их 16. Буквально совсем недавно мы открыли часовню. Сейчас строится храм Христа Спасителя Нерокотворного. Сейчас строятся храмы Марии Магдалины. То есть наши православные горловчане поддерживают ту историю, те события, которые у нас происходили еще далеко-далеко в древние времена. А ведь Горловка в этом году отпраздновала 225-летие. И с глубокой старины все идет. А нас глубоко почитают истории, глубоко почитают православие. Я думаю, вот и сегодня приехали, мы выделили 10 автобусов, чтобы наши православные приехали сюда. И было очень много желающих, но всех невозможно отправить. Я думаю, что мы в ближайшее время откроем специальный рейс, который будет ходить сюда, в Святогорск, для того, чтобы наши горловчане побывали здесь, для того, чтобы они помолились Богу, и нашли отдушин, покой, так сказать, в своей жизни. Я считаю, что все жители Горловки, они довольны, что у нас произошло такое событие. Люди просто, у них светятся глаза, у них теплеет душа. Православия — это многое. Ну вот сейчас мы послушали интервью мэра города Горловки, и то, что он рассказал, поистине интересно, если действительно будет ходить сюда автобус из Горловки, чтобы люди могли прикоснуться к этим святыням. Это будет просто замечательно. Этот пример нужно взять на вооружение, по-моему, мэрам и других городов нашей области. Ну а сейчас мы возвращаемся в монастырь, то есть, простите, возвращаемся сейчас в Свято-Успенский собор, чтобы вы, отец Никита, продолжили комментарий того богослужения торжественного, которое сейчас там происходит. Да, вот сейчас как раз хор поет песнопение. «Тебе поем, Тебе благословим, Тебя благодарим, Господи, и молим Тесим, Боже наш». В этот момент предстоятель церкви воздевает свои руки вверх к небу и просит, чтобы Господь послал Духа Святого, так как некогда послал его своим ученикам. Читая молитву, «Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим не спаславый, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». Эту молитву читают трижды, после чего предстоятель церкви просит, чтобы Господь сотворил хлеб в честное тело Христа, а то, что в чаше, в честную кровь Христа. Сейчас поются за достойник, потому что святые дары уже освящены, и в благодарение за все священник в особенности вспоминает Пресвятую Деву Марию и громко произносит «Изрядно о Пресвятей Пречистой Приблагословенной славной Владычице Нашей Богородице и Преснодеве Марии». Поется за достойник праздника Рождества Божьей Матери, поскольку в сегодняшний день отдание этого праздника совершается в церкви. Прекрасной распевки его Печерская лавры исполняет хор Свято-Успенская Святогорская лавры. А вот то, что именно сейчас зазвучали колокола, свидетельствует о том, что это наиболее торжественный, важный момент в его служении? Это говорит о том, что заканчивается евхаристический канон, и в этот момент особенно торжественно звонят колокола. То есть тем самым церковь проявляет свое ликование о том, что Господь нас не покидает, Он с нами, Он хранит нас. И не просто хранит, а дает возможность всем нам не просто прикоснуться к Нему, а соединиться с Ним в Таинстве Святого Причастия. Потому что сам Христос говорит, что кто ест Мою плоть и пьет Мою в кровь, в том Я пребываю, и Он во Мне. И того Я воскрешу в последний день. Вот надеясь на воскрешение мертвых, на то, что Господь в последний, в этот судный день произнесет свои для кого-то страшные слова, а для кого-то радостные верующие, которые надеются на милость Божию, на то, что Господь все-таки по Своему милосердию простит на множество наших перегрешений выражают вот такое ликование колокольным звоном в этот момент благослужения. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok